Продолжение следует... Мы разговаривали о том, что мечта нашего сердца, каждого из нас, слышать голос Божий. Однако, чтобы слышать голос Божий, должна быть готовность, не просто желание. И мы в прошлый раз говорили о том, что как слушать голос Божий и не потерять благословение Божьего. Вопрос кажется простой. Кажется, что если бы Господь поговорил с нами прямо, вот как человек с человеком, мы бы поняли, и с этого момента жизнь бы наша преобразилась. Однако, в прошлый раз мы на примере, на библейских примерах говорили о том, что сам факт, что люди разговаривали напрямую с Богом, да, говорит об особом статусе, что Бог особенным образом был близок к этим людям. Но сам факт говорения, прямого разговора с Богом не гарантировал им благословение. Мы знаем, что Адам разговаривал с Богом, но лишился благословения, и в нем попали в беду все мы. Мы также говорили о том, о пророке Валааме. Пророк Валаам, который имел особое отношение с Богом. И когда к нему люди приходили и спрашивали о какой-то нужде, я говорю, я поговорю, поговорю с Господом, что мне Господь скажет. Он был убежден, что когда у него возникает вопрос, Господь непосредственно прямо ему ответит. И так и было. Пришли слуги от Валаака, царя, и просили проклять Израиля. Мы знаем, что он разговаривал с Богом, говорил с Ним, несколько раз говорил с Ним. И потом, когда Господь сказал ему, иди, хотя первый раз сказал, не ходи, ибо я благословляю этот народ. Он говорит, я второй раз, когда пришли, принесли большие подарки, он пошел к Господу, сказал правильные слова. Я вам сказал первый раз, что я ничего не сделаю вопреки воле Божьей. Как Господь мне скажет, так я и сделаю. И он пошел второй раз. И Господь сказал, иди. И мы знаем эту историю, что когда он пошел, Господь встал на пути его, чтобы умертвить его. И гнев Божий возгорелся на него. И мы рассуждали о том, почему Бог против пророка Валаама, в то время как Валаам делал все, что Господь ему сказал. Потому что первый раз Господь ему сказал, какова его воля. И второй раз он шел из праздного любопытства, надеясь, что Господь изменит свое мнение. И мотивация была скрыта глубоко-глубоко в его сердце. Он думал, как бы слышать голос Божий и заработать деньги. Подарки, которые принесли послы от царя, понравились ему. А не понравились его, что мотивация была глубоко-глубоко в сердце. Со временем она вышла наружу. Только в Новом Завете мы узнаем истинные мотивы. Они пошли путем Валаама, который был увлечен мздой, взяткой. И мы знаем, и мы говорили в прошлый раз, недостаточно просто слышать голос Божий. Мы также говорили о двух царях, которые вопрошали голос Божий. Заклиная тебя Господом Богом, скажи истину, только истину. И когда тот наконец сказал, вот видишь, я же говорил, что он никогда ничего доброго по мне не говорит. И добрый имел в виду царь, что когда он спрашивает слово Господа, пророк должен говорить так, как он считает правильным. Мы в прошлый раз говорили, что самого разговора с Богом недостаточно, чтобы не потерять благословение. Нужна позиция, нужна готовность, что если мы знаем волю Божью, быть готовыми действовать на основании этой воли Божьей. Наши мотивы должны быть чистыми пред Богом, когда мы разговариваем с Богом. Итак, прежде всего готовность слушать слово Божье. И она определяется тем, что мы готовы поступать по воле Божьей, творить волю Божью. И второй момент, мотивация должна быть чистой. Сегодня я хотел бы продолжить на эту тему. Я думаю, нам будет интересно поговорить на другую тему, которая это та же самая тема. Говори, Господи, ибо слушай драб твой. Вопрос в том, хочу ли я слышать голос Божий. И когда мы все, если я спрошу, поднимите руки все, все мы хотим слышать голос Божий. Но так ли это? Можем ли мы действительно с готовностью слушать голос Божий? Когда у нас правильное расположение к слову Божьему и правильные мотивы. Иногда мы сами себя можем легко обмануть. Я хотел бы прочитать для сегодняшнего рассуждения, прочитать текст Священного Писания, который говорит о Слове Божьем несколько с другой точки зрения. Смотрите этот текст. Он записан в Иоанн, ряд Луки, есть параллельный текст у Марка. Здесь написано следующее. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему. Он начал говорить притчу. Вышел сеять и сеять семя свою. И когда он сеял, иное упало при дороге, было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не было влаги. А иное упало между черними, и вырисла черния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и взойдя принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Интересно. Господь здесь говорит о Слове Божьем несколько с другой точки зрения. И в коне Он заказывает, кто хочет слышать, кто хочет использовать уши, чтобы слышать, пусть слышит. Мы все скажем, у нас уши для того и есть. Каждый из нас. Тебе уши зачем? Чтобы слышать. Но мы иногда слушаем и не слышим. Я когда был сыном своего отца, я эту часть не понимал. Когда он мне говорил, у тебя в одно ухо вошло, в другое вышло. Думаю, что он такое говорит? Но ты же не слушаешь, что я говорю. Как это я не слушаю? Я могу даже повторить. Только когда дети появляются, начинаешь понимать то, что отец говорил. Правда же? И вы, молодежь, вам говорят родители, будут у вас дети, вы наконец поймете, что это значит. Не всегда уши используются по назначению. Хочу обратить внимание. Здесь Господь говорит о Слове Божьем с несколько с другой точки зрения. Нам казалось бы, что нужно было бы слушать голос Божий. Напрямую лучше всего было. Но Господь объясняет, что Слово Божье, это не совсем как человеческое Слово. У Него есть другие измерения. И он здесь рассказывает притчу. Он рассказывает притчу, чтобы привлечь внимание некоторым аспектам Слова Божьего, которые, когда мы говорим о Слове Божьем, когда мы говорим, что мы хотим слушать Слово Божье, эти аспекты ускользают от нашего сознания. Кстати, притча – это что-то рядом поставленное. Когда что-то непонятное, сложно объясняется при помощи понятных примеров. Многое в нашей жизни мы понимаем только при помощи аналогий. Для того, чтобы говорить о Боге, Отце и Его отношении к нам, Бог создал семью, чтобы мы знали, что такое Отец и кто такой Сын. Их отношения. Для того, чтобы понимать, что Бог имеет в виду, когда говорит, что церковь есть невеста Христа, Бог создал брак, чтобы мы вошли в понимание. Да и когда рядом это происходит, когда говорят, это как кто? Вы как невеста и жених. И в данном случае о Слове Божьем Христос рассказывает притчу. И Он обращает внимание особое, что Слово Божье нужно иметь особую точку зрения, особый подход, чтобы слышать Слово Божье. Причем, вы знаете, я когда вспоминаю своего отца, что он мне говорил, все, что он говорил, можно было бы свести к нескольким принципам, которые можно было бы в книгу записать. Бог свое Слово запечатал в Священном Писании. Мы имеем Священное Писание, в котором говорит, так говорит Господь, так говорит Господь. Есть Писанное Слово Божье, которое отображает основные принципы. Если бы мы сегодня встретились с Богом, и Он бы сел с нами здесь, и мы бы задавали Ему вопросы. Он бы сказал точно то, что Он сказал через Иисуса Христа во всем Новом Завете, во всей Библии. Возможно, были бы другие примеры. Но суть того, что Бог бы сказал нам, была бы та же самая. Так вот, давайте мы обратим внимание на эту притчу, которая подчеркивает наш подход к Слову Божьему с такой необычной, но очень важной точки зрения. Первое. Как я должен слушать Слово Божье, чтобы слышать? И здесь обратите внимание, что Господь делает. Собралось много народа, а до этого Он и многое говорил. Это восьмая глава Луки. Многое Господь сказал. И были люди, которые с радостью принимали. Были люди, которые удивлялись. Были люди, которые возмущались. И готовы были убить Его. Он же многое сказал. И теперь как раз вот здесь, перед этой главой, где Господь сравнил Слово Божье с зерном, с семенем, была история, когда развратная женщина с ее прошлого, которая пришла и омывала ноги Господа слезами, ее отирала волосами. И фарисей сидел и говорил, если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина прикасается к нему. Он не воспринимал Иисуса. И многие в это время не воспринимали Иисуса. Они были враждебны. Они были готовы разорвать Его. И он как раз рассказывает им притчу. Собралось множество народа. И вы представьте себе эту картину. Собралось множество народа. И Господь увидел сеятеля. И говорит, вот сеятель вышел. Обратите внимание, у Марка именно так сказано. Собралось к нему множество народа. И учил и притчам, и учениям своим говорил. Слушайте, вот вышел сеятель сеять. Обратите внимание, что значит слушайте. Вот вышел сеятель сеять. Как это слушать? Как можно слушать сеятель вышел сеять? Его можно видеть. Наверное, с расстояния они увидели сеятеля. И он показывает руку. Вот сеятель слушайте. Сеятель вышел. Смотрите, что он делает. Он использует ситуацию. Он использует то, что они могли видеть, чтобы объяснить что-то непонятное, очень сложное. Он говорит, вот сеятель, вот смотрите. Вот это слово, вот, оно значит смотрите. Обратите внимание. Слушайте, смотрите. Вот сеятель вышел сеять. Так вот, для того, чтобы слышать, нужно слушать с открытыми глазами. Вы когда-нибудь думали об этом? Слова человеческие проще. Но Божье слово, оно обязательным образом предполагает, что мы будем думать, рассуждать. Вообще, ученые нашли, что мы думаем картинками. Каждый раз наши идеи имеют определенную привязку к чему-то, к каким-то аналогиям, к каким-то событиям. Так вот, Господь говорит, вот некоторые радуются, некоторые восхищаются, некоторые возмущаются. Дайте я вам объясню, почему происходит то, что происходит. И он говорит, смотрите. Слушайте, сеятель вышел сеять. Это очень важно. И дальше говорится о четырех видах почвы. Как мы читали. Сеятель когда сеял, а в то время, это не было так, как на Украине. Большое поле, края не видно. Это были, как говорят комментаторы, узкие полоски земли, разделенными такими межами, которые были заросши травой, по ним сеятель ходил. Он шел по этой меже и бросал семя. Некоторые говорят, что это делалось о славе, или человек может идти в мешке, делали дырку, и это зерно высыпалось. Что там в этом роде? Как бы то ни было, идея очень простая. Крестьянин идет, сеятель идет по меже, по узкой полоске земли и бросает семя. И Господь говорит, вот слушание Слова Божьего и результат от того, что мы слышим, зависит от того, какая почва. То, которое упало на дорожку, птицы склевали. То, которое упало на каменистую почву, а в Израиле очень много этой каменистой земли, где почва где-то 3-4 инча, все. И оно не имело корня, засохло. Он также говорит, а другое упало в сорняки. И когда подняли сорняки и бурьяны, оно заглушило Слово Божье. И, наконец, зерно упало на хорошую почву. Когда Христос объяснил это, людям было понятно, о чем он говорит. Они сразу стали понимать, это они знают. Так вот, что-то подобное происходит в духовном мире. Есть четыре позиции и состояния нашего ума. Есть люди, которые при дороге с закрытым умом. Есть люди, которые очень мелкие сами по себе. Встречали таких людей мелких, духовно мелких, таких поверхностных. Есть люди, которые слишком озабоченные. Им некогда. Вы таких людей встречали. И есть люди, которые, как хорошая почва, в которые Слово Божие попадает, и их жизнь меняется. Они просто расцветают. Некоторые годами ходят, десятилетиями ходят в церковь, ничего не меняется. Появляется человек и буквально расцветает на глазах. Это хорошая почва. С этой точки зрения, я хочу обратить внимание, братья и сестры. С этой точки зрения, вопрос не в том, что мы слышим. Вопрос в том, что Слово Божие – это семя. Вопрос не в том, как много мы понимаем и делаем. Нам сказали, мы сделаем. Нам сказали, мы сделаем. Вопрос в том, что Слово Божие – это не просто информация. Христос говорит, это зерно, это семя, в котором сокрыто очень много жизненной силы. Мы можем слышать, как зерно падает. Скорее мы увидим это. Но весь секрет не в том, как мы видим, когда оно падает. Слышим звук. А в том, что в этом зерне скрыта жизненная сила. И мы на самом деле по отношению к зерну, мы даже его не слышим. Мы всего лишь почва. Которая, в зависимости от своего качества, дает возможность этому семени вырасти. В зависимости от того, какая мы почва, то и произрастет. Зерно хорошее, семя хорошее. Но вопрос не в том, чтобы мы видели и слышали, но в том, чтобы мы были той почвой, в которой это зерно вырастет. Поэтому неважно, мы слышим непосредственно от Бога, или мы прочитали, или кто нам сказал, Слово Божие приходит к нам в различной форме. Если мы неправильная почва, толку не будет. Давайте мы посмотрим на эти четыре почвы, которые представляют, представляют разное состояние нашего разума, нашего духа. Причем, когда мы будем говорить о том, что есть которые при дороге, где все время люди ходят и птицы уносят. Если бы я спросил, вы как думаете, если бы я не при дороге, ну а как насчет того, что, может, мы каменистая почва? Не-не-не, я человек не мелкий, я серьезный, фундаментально отношусь к истинам библейским. Если бы сказали, а может быть, ты похож на человека, в котором бурьяны растут, слишком озабоченный. Наверное, я не тот человек. Мы все думаем, что мы та почва, которая хорошая, которая много плода приносит. И есть разные типы личности, есть такие, такие, такие. Но проблема в том, что мы можем быть одновременно у дороги мелкими, заросшими бурьянами и хорошей почвой. Марк говорит о том, каждый холд да понизится, каждый долд да поднимется. Мы та почва, которая может меняться. В разное состояние, в разный период времени мы можем быть разными. И мы должны быть внимательны, кто мы, как мы относимся к слову, как к семени. Посмотрите первая почва. Что делать, если до меня не доходит? Вот говорят человеку, говорят, говорят, слушают, до него не доходит. Что нужно делать? Господь говорит, это состояние нашего ума, состояние нашего духа. Это та почва, которая попадает в семя. Я знаю, что кто-то скажет, нет, мы не умом воспринимаем, мы духом. Как-то у нас была одна небольшая конференция, один из братьев представил понятие о том, что такое духовная музыка, плотская музыка и бесовская музыка. И говорят, духовная музыка это когда мы духом слушаем, когда действует на дух. Плотская это когда действует только на душу, а бесовская она действует только на плоть. Но проблема вся в том, что и духовная музыка идет через тело, и она касается души и духа. И человеческая музыка, она тоже касается. И бесовская музыка, она задействует и тело, и душу, и дух. Мы не можем услышать, минуя наш разум. Есть определенные чувства сознания, которые должны будут включиться. Мы что-то слышим, что-то видим, что-то осязаем, что-то понимаем. Кстати, обратите внимание, я не знаю, когда приходилось вам переводить с одного языка на другой. Если заметили, когда я здесь перевожу с английского на русский, например, мне важно видеть того, кто говорит. Как только тот, кто говорит, чуть-чуть вперед проходит, я сбиваюсь. Намного труднее переводить, если я не вижу лица. Слышать это одно, но видеть мимику лица, я не знаю, как это работает. Это срабатывает автоматически. Когда видишь мимику лица, как движутся губы, выражение лица, намного легче ты больше понимаешь. То есть человек создан таким образом, что есть у него много разных чувств, которые участвуют в восприятии слова, информации. И здесь Господь говорит следующее. Высел сеять семя свое. И когда он сеял, но и упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А упавшие при пути, это слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, потому что они не уверовали, чтобы они не уверены, не спаслись. Так объяснил Господь тех, которые при дороге. Это те, которых твердая земля. Зерно падает и не проникает в грунт. Оно лежит на поверхности. И птицы прилетают. И эти птицы, в данном случае, приходит дьявол. И ворует это сердце, это семя. Интересно. Когда-нибудь вы думали, как это так, дьявол так быстро приходит? Мы слушаем Слово Божие, но если в нас определенное состояние разума, нашего духа, мы слушаем, но слушаем так, что Слово остается на поверхности. Настолько не поверхностно, что сознание пришло и без проблем находит и забирает. Птицы небесные прилетают и склевывают его. Господь объясняет непонятное при помощи понятного. Тесное, в Священном Писании говорится о том, что и говорите истину друг другу, где вас не согрешаете, не оскорбляйте Духа Святого, не давайте место дьяволу. Думали когда-нибудь об этом? Что дьявол может иметь свое место. А ты что пришел? А у меня фуражка у тебя на гвоздике. У меня кое-что есть. Господь говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. У него нет ничего его. Он не может приходить забирать. И когда она на поверхности, он забирает его. Очень важно сейчас нам поговорить о том, что делает эту почву твердой. Настолько твердой, что Слово Божие не проникает в наше сердце. Это очень важно для нас. Давайте мы посмотрим. Есть основные причины, их может быть больше. Это неверие. Священное Писание говорит о том, что Слово Божие было возвещено израильтянам, которые вышли из Египта, но не принесло им пользы. Слово, не растворенное верой. Они не поверили. Через веру Слово Божие проникает в сердце. Верую Христу вселиться в сердца ваши. Когда Господь говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Когда мы не верим, что мы грешники, когда мы не верим, что Бог настолько одобрил, что зовет нас так бесплатно, просто так, из любви Своего Царства. Когда мы в это не верим, Слово остается на поверхности. Писание говорит, что тот, который приходит к Богу, должен веровать, что Он есть. Говорит, ну, а мне Бог веры не дал. Господь держит каждого из нас ответственным за нашу веру начальную. Потому что все, что можно знать о Боге, явно через рассматривание творений, вечной силы и божество, они видимы. Так что люди безответны. Когда мы смотрим на этот мир прекрасный, когда мы смотрим на самих себя, первый разумный ответ, есть Бог, есть Творец, Который создал это все. Поэтому человек, Который смотрит на все это, делает неразумный вывод, что нет Бога, все произошло само собой. Он подавляет голос совести, и у него нет веры, и Слово остается на поверхности. Прежде всего, неверие делает человеческое сердце жестким, твердым. Есть вторая часть гордость. Гордость человеческая делает наше сердце жестким. То есть, оно не та почва, которая пригодна для Слова Божьего. Писание говорит, Бог гордым противится. Бог гордым противится. То есть, Слово Божье и гордый человек, это несовместимые вещи. Иногда я слышу, а я человек гордый. И начинаю объяснять, что я вот гордый. И что? Сколько можно это повторять? С этим надо бороться, братья и сестры. Смотрите, что Писание говорит. Вот шесть, что ненавидит Господь. Даже семь, что мерзость душа его. Глаза гордые, язык лживый, руки проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги быстро бегущих к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий вражду между братьями своими. Есть шесть и семь, которые ненавидит Господь. Слово Божье несовместимо с этими качествами. Человек гордый, который лжесвидетель, человек, который легко сеет раздор между братьями. Этот человек имеет жесткое сердце. Это твердая почва, несовместимая с Словом Божьим. Бог гордым противится. Это сердце становится жестким, твердым, и Слово остается неповерхностью. Вы можете видеть в жизни, вот есть человек скандальный, есть человек гордый, есть человек, который легко говорит кривиту. Вы видите, он остается таким через всю жизнь, потому что ничего с этим не делает. Он не думает, как будто бы слышит. Приходит сатана. Почему он приходит? У него там есть свои части и забирает Слово. Есть, дорогой, можно сказать, страх. Страх. Мы когда приходим к Слову Божьему и хотим слышать голос Божий, хотим знать Слово Божье, у нас есть страх. Я вспоминаю дни своей молодости, и мне казалось, что если я пообещаю Богу, если я вступлю с Ним в завет, и дальше эти мысли приходили, если я вступлю в завет с Господом, Он же от меня отберет всякий фан. Он меня заставит делать все, что мне не нравится. Все самое интересное будет потеряно. Я смотрел на своих родителей, смотрел на старших людей, которые вокруг меня. Мне казалось, что у них жизнь остановилась. Они вообще не любят жизнь. Их жизнь скучная, неинтересная. Я уехал в Одессу, честно говоря, с тем, чтобы в церковь не ходить. С тем, что была свобода просто пожить, потому что я боялся, что Бог меня заставит делать то, что мне не нравится. Бог отнимет меня самое важное, самое ценное. И даже когда я уже женился, я помню этот опыт, он особенно ярко отразился, когда вопрос решался, решался о том, куда моя жена, будущая женщина, жена, невеста, она только собиралась, закончила учебу, и ее должны были отправить на практику. И мне надо было пойти в комиссию вместе с ней ходить, чтобы убедить их, чтобы ее оставили в Одессе. И я помню это состояние сердца. Господи, какова воля Твоя? Скажи мне, а может ее воля туда ехать? Или здесь оставаться? И я помню эту тяжесть на сердце. Я не мог повторить. Я прочитал Деяния апостола, и мы тогда успокоились, сказавши, да будет воля Господня. Я не мог сказать от сердца, да будет воля Господня. Потому что я знал, как только я скажу, а если Господь ее зашлет куда-то подальше на три года, и я боялся, что Господь примет другое решение. И в момент, когда я принял решение, Господи, Ты же меня любишь, Ты же мой отец, ну не сделаешь Ты мне то, что для меня неправильно, для то, что для меня неинтересно, то, что я не люблю. Ты же мой отец. Когда я стал, начал думать, а почему я боюсь? И в момент, когда я принял это решение, сердце мое успокоилось. И оказывается, Господь ждал этого момента, когда мы зашли с документами, и решился вопрос буквально за две минуты. Они стали шутить и остались в Одессе. Я в своей жизни испытал, что мы очень часто закрываем свое сердце от Бога из-за страха. Молодые люди встречаются. Она видит или он видит. Что-то здесь не то. Есть определенные флажки. Иногда я спрашиваю в некоторых трудных семьях, ну неужели ты не видела? Ты что, не видела какой он? Неужели ты не видел ее? Да видела. Но я думала, что я исправлю. Я боялась, что никто меня другой замуж не выйдет. Я боялась отдать в руки Божьи, потому что Господь обязательно меня отнимет ее или его. Люди боятся Бога по разным причинам. Мы знаем, что как раз здесь, после этой истории, в Луке, здесь, в Евангелии, Господь встретил бесноватого. Среди бесноватого, и он изгнал бесов. Помните, и эти свиньи погибли. И весь народ пришел и просил Иисуса, чтобы он удалился из их предела. Почему? Потому что они боялись. Они боялись, что Господь отнимет у них всех свиней, в их царстве, на что они будут жить. И Господь ушел. У каждого из нас есть свои страхи. Братья и сестры, Бог, создавший этот мир, эту вселенную, нас, Он каждую частицу нашего естества творил. Он заложил все наши желания в нас. Он это сделал, и Он знает, что для нас лучше всего, даже если мы этого не понимаем. Не надо бояться Господа. Не надо бояться, что даже если нам это будет трудно, пройдет время, мы увидим, что это самое лучшее было для нас. Есть еще одна истина, одна горечь, которая делает наше сердце жестоким. Когда, если мы прошли через какую-то обиду, какое-то унижение, то ли от родственников ближних, то ли от друзей, что-то произошло в нашей жизни, и мы задаем вопрос, Господи, если бы Ты был, если бы Ты меня любил, это в жизни моей не произошло бы. Есть много людей, трудно объяснить, почему много людей. Я, когда слушаю некоторые истории, сердце разрывается, сколько боли некоторые люди перенесли, думали, Господи, ну почему с ней, с ним так много всего плохого произошло? И хочется то же самое сказать, Господи, почему Ты это допустил? Я слышал одного проповедника, который был на кладбище, и мать причитала, Господи, где Ты был, когда моего сына терзали, когда он умирал? Он говорит, я подумал, он был точно там, где он был, когда его сына распинали. Господь это видел, но Он дал нам свободную волю. Мы делаем выборы, мы и люди вокруг нас, которые причинают нам боль, мы причиняем друг другу боль. Жизнь это запутанно, иногда мы страдаем, очень страдаем. И я сопереживаю вместе с Вами, кто испытал особую боль, в чем бы она ни выражалась. Но не бегите от Бога. Идите к Богу. Вам нужен Бог. Вы помните Самарянка? Самарянка, которая имела пять мужей, и, наконец, она с кем-то жила, ее жизнь не удалась. Неизвестно, она многое знала о Боге, но ее жизнь не удалась, и она шла к колодцу в определенное время, чтобы никто ее не видел, никто ее не знал, потому что она считалась полностью отторженной. Уже шестой, она уже, так как получится, шестой, с которым ты живешь, не муж тебе. Но Господь сидел и говорит, дай мне пить. Я не то, что готов помочь тебе, я готов из твоих рук принимать служение. Иногда мы говорим, кто должен участвовать в служении? И мы говорим, тот, кто в служении, должен быть таким, таким-то, но с другой стороны, мы не должны забывать, что Господь принимал служение от этой блудницы. Он с ее рук пил. И это сердце растаяло. Она открылась. Я хочу этой воды. Я хочу. Знаю, что придет Спаситель. С Мессией. Он говорит, это я, который говорил с тобой. Женщина успокоилась. Это другая женщина, которая пришла, ничего не могла сказать. Ее люди знали. Она была отвергнута всеми. Она плакала. Слезы капали на ноги Иисуса. Она волосами вытирала. Ей было неудобно. Она плакала и плакала. А Господь сказал, прощается тебе грехи. И люди, фарисеи, которые были здесь, они сразу же сказали, о, если бы он был пророк, он бы знал, какой человек прикасается. Их сердце было жесткое от зависти, от гордости, от нечистоты. Они не способны были понимать. Она возлюбила многое. Ей прощено многое. И она возлюбила многое. Не бегите от Бога. В чем бы ни выражалась ваша горечь, как бы вы ни страдали, как бы жизнь ни сложилась, остановитесь в этот момент. Тянитесь к Господу. Господь все выровняет. Что делать? Что делать, чтобы земля стала восприимчивой? Мы должны культивировать, развивать восприимчивый разум. Нужно развивать, чтобы мы были готовы, принимали, поставить все в сторону, взрыхлить эту землю. И семья Божьей принесет свои плоды. Вторая почва, о которой Господь говорит. Что делать, если я сильно занят? Смотрите, что Господь говорит. А иной упал на камень и взойдя засохло, потому что не имело корня. И Господь дальше объясняет. А упавшие на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, на которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Это поверхностные, мелкие люди. Они слышат, и вы видели этих людей? Видите тех людей, которые радуются, принимают слово Божьей. Я с молодостью помню, человек принимает в слезах. Все. Проходит время. Чуть-чуть. Смотришь, девушка, с такими слезами принимала. Чуть-чуть с ее женихом мне что-то не получилось. Замужество не служило. Смотришь, ушла из церкви. Далеко ушла. Смотришь, ребята то же самое делают. Смотришь, люди, которые чуть-чуть что-то не то в церкви. Чуть-чуть труднее. Чуть-чуть не так посмотрели. И люди оставляют. Потому что сердце, почва мелкое. Мелкое. Слово надо удержать в сердце, чтобы оно пустило корни. Чтобы оно углубилось. Иногда нам Господь посылает трудности, чтобы мы удержали Слово, чтобы оно пустило корни, чтобы мы могли глубже, глубже, глубже понимать Господа. Я когда смотрю сейчас на это поколение, живу я не богач. Но у меня есть все, что я хочу. Молодежь, когда растет в этом времени, говорит, нам скучно. Я когда вспоминаю время, когда мои бабушки, дедушки, как они жили. Я еще ездил, смотрел на них. Это что-то невероятное. У меня одна девочка приехала. Я как-то жил на квартире. Соседка приехала. Она ездила на Украину в детский дом. И говорит, как я сейчас тянуть своей матери. Как я благодарна моим родителям, которые мне в 10, в 11 звонят. Говорит, доченька, ты где? Чтобы в 11 была. И я прихожу, все приготовлено. Там дети вокруг меня. Говорит, пожалуйста, тетя, побудь моей мамой на несколько минут. Они ходили голодные, оборванные, грязные. И говорят, а я жалуюсь, что у меня жизнь не такая. Мне скучно, потому что мне мама в один час уже звонит. Мне, говорит, стало стыдно. Есть поверхностное понимание Слова Божьего. Слово Божье не проникает глубже. И люди отходят. Есть исследование, что 95% из того, что мы слышим, мы забываем через 72 часа. 95%. Что же делать? Надо выделить время для Господа. Слово нужно задержать. Мы спешим. Мы спешим очень. Я себя не узнаю. Я когда увидел микровейку первый раз, я радовал, думаю, какое чудо. А сейчас там на 55 секунд, и так долго. Срочная почва. Вы спрашиваете, когда пришлете? Через неделю. Не, это сильно долго. Мы спешим. Мы настолько спешим, что нам не хватает времени с Господом поговорить. У нас нет времени. На все у нас есть аппоинтменты. На все постратено время. Но для Господа нет времени. Мы мелкие. Мы на ходу. Братья и сестры, давайте мы привычку ведем себе. Мы будем выделять особое время для разговора Бога. Пусть 10-15 минут. Давайте мы сделаем привычку. Я хотел бы, чтобы мы буквально это сделали. Заведем себе блокноты. И мы слушаем проповедь. Мы записываем то, что Господь нам сказал. Проходит время, и мы забываем. И мы потом прочитываем через месяц. Я слышал вот это, это и это. Мы создаем условия, при которых мы задерживаем слово, чтобы слово осталось с нами дольше, чтобы оно пустило корни. Нам это нужно сделать. Вы знаете, я слушаю свои проповеди иногда. Включит мне жена. Я слушаю. Я не знаю, что он будет говорить. Серьезно вам говорю? Я не прикидываюсь. Я не знаю. Вот он начинает, и что он дальше скажет? Чем он законит? Я не знаю. Это как другой человек. Я забыл. Оно ушло. Потому что мы все спешим. Братья и сестры, мы принимаем решение. Выделять особое время для Господа. Для разговора с Ним. Господи, говори, Господи, ибо слушай, раб Твой. Назнать им это утреннее, вечернее, где угодно. Но мы должны делать записи. Должны практиковать. Запоминать священное писание. Определенные краеугольные, фундаментальные тексты. Запоминать на память. Братья и сестры, есть библейские группы. Есть разборы. Но мы спешим. Нам нет времени. У нас есть время на все. Но не хватает особого времени, когда мы намеренно выделяем его для Господа. Я хочу сказать там, что мы на неделе делаем собрание. Большая часть из вас не присутствует. Вы не будете ходить, ваши дети не будут ходить. Это не так много. Два раза в неделю слушать Слово Божие. Себя надо заставить, чтобы Слово Божие чуть-чуть дольше задержалось, чтобы оно пустило корни. Иначе мы останемся поверхностными. Вы знаете, мне иногда сейчас говорят, молодежь наша, когда-то у меня не было такой роскоши, ну, пошел, ну, куда? Центральная церковь на хутор, поехали с хутора к нам. Все. Трудно было на трамвае ехать туда-сюда, поэтому мы редко ездили. Сейчас молодежь мобильна. Они могут смотреть на компьютере, они могут поехать на машине. И когда мне рассказывают, ух, там такая музыка. Там так играют, так проповедуют. Это в чужой семье, братья и сестры. Нужно, говорит, не оставляйте собрание вашего. Заставьте себя выполнять Слово Божие там, где вы есть. Чтобы Слово Божие задержалось немножко дольше. Чтобы оно пустило корни. Потому что любая трудность, просто услышать где-то красивую проповедь, это недостаточно. Иногда после собрания ко мне приходят и говорят, о, такая хорошая проповедь была. О, это было прямо для меня. Не буду имена называть. Есть один человек, говорит, говорит, я думаю, ничего в его жизни не остается. Вот он слушает, радуется, восхищается и живет так, как жил. Братья и сестры, давайте мы подумаем, это от нас зависит. Какое наше сердце? Нужно дать задержать Слово, углубить Слово, взрыхлить. Себя надо заставить выделить особое время, чтобы слушать Господа. Говори, Господи, слушай драб Твой. Особое уважение оказать Слову. Найти это время. Задержать это Слово, чтобы оно глубже проникло. Посмотрите. Еще одно сослоняние нашего духа. Что дело, когда я слушаю и понимаю, но моя жизнь не меняется? Я должен устранить препятствие, которое отвлекает меня от Слова Божьего. Господь говорит, а иное упало между тернем, и вышло тернее, и заглушило его. Что это значит? А упавшие в тернее, это те, которые слушают Слово, но отходя, заботами, богатством, наслаждениями, житейскими, подавляется и не приносит плода. Знакомая картина. Есть состояние духа, в котором много препятствий. Наш разум настолько озабочен, что у нас нет возможности дать Слову вырасти. Точнее, у нас барьяны растут в нашем разуме. И Господь говорит, есть три вида этих препятствий. Это забота, переживание, богатство, забота о материальном состоянии, удовольствие, чрезмерное увлечение, удовольствие. Посмотрите, вопрос взять, например, заботы, которые здесь перечисляются. Мы так переживаем. Сначала мы переживали, как приехать сюда, как найти на работу, как купить этот дом, а что будет со мной, а чем я буду детей кормить. Братья и сестры, посмотрите, сколько было в нашей жизни, о чем мы переживали. Пришло это время, оно рядом прошло. Я вспоминаю свою жизнь, сколько я переживал о разных истинах в своей жизни. Это время приблизилось, Господь провел рядом со мной. Но мы иногда настолько озабочены, что нам нет времени для Господа. Мы настолько думаем о своих проблемах, что если бы, как кто-то сказал, если бы мы столько времени разговаривали с Господом, наши проблемы ушли. Писание говорит, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется. Не заботьтесь, не говорите, что мне есть и что пить. Отец ваш небесный знает. Нужно довериться Господу. Отец, который создал меня, Он создал меня, Он знал, в каком мире я буду жить. Он дал мне глаза, дал мне разум, Он наполнен этот мир красотой. Это же самый Бог, Он мой Отец. Он знает нужду вашу и мою. Нужно просто останавливаться. Я сейчас смотрю, сколько у меня дел дома. И большая часть, знаете, о чем я сейчас мечтаю? Когда у меня вещей будет в три раза меньше вокруг дома и в доме. Кто об этом мечтает? Это великая мечта. А сначала я был озабочен где-то достать. Оно мне надо? Эти заботы набирают у нас время от Господа. Нам некогда, потому что мы переживаем. Нам некогда слушать Господа, мы переживаем. Отец Небесный знает наши дела. И иногда забываешь все, выделяешь какой-то приоритет и никуда эти дела не делаются. Человек бывает заболел, как когда-то Дэйв Холдерн говорит. Вот, говорит, работал, он за Рика Ворона рассказывал, он работал безвыходным сколько там, семь недель. Работал, работал, а потом Господь в госпиталь положил. Восемь дней лежал в госпитале. Господь взял свое время. И ничего не изменилось. Жизнь не остановилась. Нужно и среди этих забот сказать, а вот это время неприкосновенно. Оно Божье. Не важно, что происходит. Как говорится в Писании, даже если бегемот, он когда стоит, даже если сам Иордан к нему приближается, он не извинится, он ни о чем не переживает. Что бы ни произошло в жизни, это Божье время. И нужно сделать это решение и сказать, я Богу это отдам. Я не буду переживать. Господь обо мне беспокоится. И увидите, будете результат жизни. Писание говорит, что богатство. Вопрос не в том, что мы сильно богатые, правда же? Но мы мечтаем об этом. В том или том смысле, чуть-чуть больше. Чуть-чуть лучше дом, чуть-чуть лучше машину. И переживание об этом иногда забирает наше время и нам некогда с Господом разговаривать. Мы озабоченные, мы можем сидеть здесь в церкви и думать, где мы что продадим, как мы рассчитаемся с билами, что мы будем делать. И у нас есть идея, когда я стану богаче, они говорят, когда я буду богатый. Братья и сестры, это Божье дело. Одним Бог дает богатство, другим не дает. Те, которые имеют богатство, имеют ответственность за то, куда мне его потратить. Это непростое дело. Я видел людей богатых. Как они стали богатыми, изменились. Это стали люди непривлекательные, с которыми очень трудно общаться. Их характер стал жестоким, но они понесут ответственность за эти средства, которые Бог им дал. И есть те люди, которым Бог определил, что они никогда не будут богатыми, потому что Бог знает, что если Он даст им богатство, они погибнут. Не надо об этом переживать. Довольно с каждого дня своей заботы. Братья и сестры, нам нужно остановиться. Валаам слушал Слово Божье, но при этом думает, а если вот дело-дело Божье, при этом еще и подарки получить. И вот эта его раздвоенность привела к тому, что он стал врагом Божьим. Не заботьтесь, Господь знает ваши заботы, Он печется о вас. Трудно в это поверить. Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем умеет. Он знает, свое время даст. Писание призывает успокоиться, чтобы Слово Божье начало работать в нас. Удовольствие. Он говорит, удовольствие этого мира отвлекает нас. Особенно здесь, в Америке, столько возможно удовольствий, чтобы просто получить фан, чтобы нам было хорошо, была радость. Я хочу сказать, братья и сестры, сам фан, само удовольствие. Бог заложил способность нюхать, хороший запах слышать, хороший звук слышать, испытывать удобство, комфорт нашего тела. Бог создал эту возможность. Бог не против этого. Но вопрос в другом, когда мы увлекаемся им настолько, что у нас нет времени для Господа. Когда говорят, а у меня выходные дни, идет воскресенье, а я себе лежу где-то. Это время Господне. Отдай день Господу. Если мы настолько занимаемся фаном, что для Господа не остается времени, мы вытесняем его в своей жизни, Слово Божье вырастает бурьян и заглушает его. Хочу спросить вас очень такой важный вопрос. Как вам кажется, как трудно выращивать бурьяны в своем огороде? Что для этого нужно делать? А ничего. Я вот там менял свой, сейчас лендскейп делал в своем дворе. Траву одну снял, и пока я другую засыпал, я ничего не делал. Там такие бурьяны. Откуда они взялись? Какие-то лупухи, я в жизни их не видел. Мне всего лишь нужно было. Эти несколько месяцев не заботиться. Они выросли, не поливали их, не одобряли их. Они поднялись, как будто бы я то и делал, что выращиваю эти бурьяны. Они заглушили все. В нашей жизни, когда мы не заботимся о том, что приоритет отдать Слово Божию, разговору с Господом, поднимаются сорняки и загрушают Слово и уходит радость. Да, поможет нам Господь этот вопрос решить. Последний. Что делать, чтобы моя жизнь преображалась? Я должен воплощать в жизнь то, что Бог говорит. «Последняя почва Айной упала на добрую землю и, взойдя, принесло плод вторичный, сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. А упавшие на добрую землю это те, которые услышат Слово, хранят его в добром чистом сердце и приносят плод терпения. Сказав этому, он гласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Господь говорит об этой доброй почве. Это желающие, готовые сердца. Когда это сердце человека, который взрыхлил, взрыхлил свое сердце, задержал это Слово в своем сердце, обратите внимание, это те, которые услышат Слово, хранят его в добром чистом сердце. Нужно в сердце Слово удержать в своем сердце, чтобы оно пустило корни. И когда оно пускает корни, оно приносит плод. Тридцать, сорок, сто крат. Обратите внимание, что это последняя почва. Это всего лишь почва дает плод во сто крат. Иногда думаешь, не хотел бы я бесплодный к трону Господа прийти, так? Хоть одну хотел бы душу к Иисусу привезти. Мы думаем, бесплодие – это когда нету спасенных душ в моей жизни. Плодоношение – это Слово, которое меняет наш характер. Слово, которое как семя падает. Это не просто делай-не делай. Это Слово, которое нам что-то говорит, которое мы видим, которое мы переживаем, с которым мы соглашаемся и начинаем воплощать в жизнь. Это разные аспекты. Это семя, в котором заложен характер Христа. Семя это имеет в виду дать 100% плода. 100% плода – это Иисус Христос, это Его характер. Нам Священное Писание показало, что Слово, принятое Иисусом Христом, в человеческой плоти, произвело в них обильный плод. Его характер расцвел. И написано, дана мне всякая власть на небе и на земле. И дано Ему самое высокое имя, перед Его именем преклонится всякое колено. По мере того, что произведет Слово в нашем сердце, насколько мы станем похожи на Господа Иисуса Христа, этим определится мера нашей власти, мера нашего влияния, наше положение на статус вечности. Слово Божие, оно способно произвести сто процентов плод, как в жизни Иисуса Христа. Но оно должно быть, земля должна быть культивирована. Его Слово надо задержать, чтобы оно имело корни. Нужно убрать все препятствия, чтобы Слово не заглушилось. Нужно быть готовым, желающим сердца слышать и выполнять. Господь разговаривает с людьми, которые имеют позицию. Господи, говори, я готов делать то, что Ты говоришь. Неважно, нравится оно мне или не нравится. Я верой принимаю, я это буду делать. И это сердце приносит плод 30, 40, 60, 100 крат. Итак, братья и сестры, Господь говорит, что вы говорите у нее, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Будьте же исполнительным Слово, а не слышали бы только обманчивых, обманывающих себя. Хочу сказать, что 90 процентов, 95 процентов люди забывают. Но люди помнят большую часть из того, что они услышали и сделали. Я не знаю, как давно вы ездили на велосипеде? Есть те, которые лет 5 не ездили? Есть. Вы сядете на велосипед, вы поедете. Я 10 лет не плавал. зашел в воду, я поплыл. То, что мы слышали, то, что мы видели и вооплотили в практику, оно остается с нами. Оно производит определенную привычку. Чувства навыкам развиты. Нужно слышать, соглашаться и делать. И тогда это семя преображает наш характер. И тогда мы его не забудем. имеющий никто зажегшую свечу не покрывает ее сосудом или не ставит под покров, а ставит на подсвечь, чтобы входящие видели. Мы слушаем слово для того, чтобы оно и меняло нас. Это не просто информация. Это семя, в котором заложен небесный характер. Тот характер, который будет иметь большое значение, когда мы войдем в будущую вселенную, которую Бог нам приготовил. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Нет сокровенного, что не сделалось бы известным, не обнаружилось бы. Будет время, и все увидят. Ангел увидит, Архангел увидит, и мы увидим, каким, какой почвой мы были всю жизнь. То ли у дороги, то ли каменистой, то ли с бурьянами, то ли доброй почвой. Никакие объяснения нам не помогут. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, и кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Должна быть активная позиция по отношению к слову. Слушайте, культивируйте, выделяйте время, устраняйте препятствия, делайте то, что вы слышите. И Слово Божие будет приворожать наш характер. Господу не нужно количества вещей, которые мы сделали, просто сделали, нам сказали. Господу нужно, чтобы наше сердце было почвой, в которой Слово вырастет. Это семя, которое производит начальный характер. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Наше тело с задатками характера это как семя само по себе, оплодотворенное семяем Божьим. Но духовное тело будет зависеть от того, какое семя было посеяно. А это семя мы, которым мы становимся под действием благодати Божьей и Слова Божьего. В конечном итоге, наша задача, чтобы семя произвело в нас плод, и мы стали ближе, похожи на нашего Господа. Это не просто количество. Для этого надо культивировать, для этого надо устранять, выделять время, для этого надо быть готовым воплощать в жизнь. И тогда наша жизнь преобразится. Мы будем слышать Слово Божье, мы будем понимать его, и мы будем рады тому, что с нами происходит. Да поможет нам, Господь, сегодня сделать этот обед для самих себя. что это Слово, это почва, мы все время работаем над собой. Мы всерьез занимаемся этим. Следующая притча там дальше. Ибо Слово Божье, Царство Божье подобно человеку, который посеял горчичное зерно в поле своем. От нас должна быть позиция. Мы хотим, чтобы это Слово было в нас. Мы хотим, чтобы было посеяно. Мы хотим, чтобы оно произросло. Да поможет нам в этом Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!